Я рад приветствовать всех присутствующих в этом зале. Я действительно хочу поговорить о критическом мышлении и его важности. Давайте начнем. 1 апреля 1957 года телекомпания BBC показала в эфире сюжет о необычайно удачном урожае спагетти в Швейцарии. Этот сюжет посмотрело 8 миллионов человек. И на следующий день сотни из них звонили в редакцию, чтобы спросить, каким образом и где им можно достать побеги макаронного дерева и как вырастить макароны в домашних условиях. В ответ на это в редакции им отвечали, что необходимо поместить спагетти в банку с томатным соусом и надеяться на лучшее. Несмотря на то, что сегодня эта история кажется комичной и в чем-то даже нелепой, у нее есть вполне логичное обоснование. Дело происходило в 1957 году. В то время телевидение было одним из немногих источников достоверной информации. У людей просто не было возможности зайти в интернет и проверить, каким образом производится спагетти. Кроме этого, первоапрельские шутки тогда не были массово распространены, а сами британцы видели спагетти только в виде консервов вместе с томатным соусом. Дополнительную авторитетность этому сообщению придавал закадровый голос известного диктора Ричарда Дюмбли. В современном мире у нас ситуация совершенно иная. У нас множество источников информации. Количество информации, которое мы получаем из внешнего мира, также колоссально. Однако, как бы мы не хотели думать, что мы способны справляться с ее потоками, на самом деле мы всего лишь занимаемся аутотренингом. Подобно водителю автомобиля, который не пристегивает ремень безопасности и думает, что он-то уж точно в аварию никогда не попадет, что аварии случаются с кем угодно, но только не с ним. Мой друг-дебатер в одной из бесед высказал смелую и интересную мысль. Он сказал, что пространство современного человека мифологизировано, наверное, даже больше, чем пространство средневекового человека, который верит в язычество. С этим утверждением можно спорить, с ним можно соглашаться. Однако ясно одно – мифы и заблуждения присутствуют и преследуют нас повсюду. «Натуральное полезно, а искусственное вредно», говорят нам реклама и маркетологи. Действительно, натуральное отличается от искусственного только тем, что первое встречается в природе, а второе – нет. Натуральное не является автоматически полезным, так же, как искусственное не является автоматически вредным. Хотя, конечно же, для определенного рода продуктов данное утверждение будет верным. Однако это утверждение пытается распространить характеристику на все множество, в то время, когда оно верно только для части этого множества. «Алкоголь согревает». Поднимите руки те, кто когда-либо слышал это утверждение или считает его верным. Спасибо. На самом деле это не так. Алкоголь действительно создает приятное ощущение в районе желудка. Однако он расширяет кровеносные сосуды, расположенные ближе к поверхности тела, кровь устремляется туда, и в итоге температура тела падает. Именно поэтому употребление алкоголя может стать причиной обморожений в лютые морозы. Страусы прячут голову в песок. Всем нам известно утверждение «зарыть голову в песок, как страус», когда мы говорим о трусливом поступке. Но на самом деле нет ни одного официально задокументированного случая, когда страусы бы прятали голову в песок. И этому есть вполне логичное объяснение. Им бы просто нечем там было дышать. Однако оно присутствует в нашей жизни. Страусы действительно наклоняют голову к песку для того, чтобы съесть его. Это помогает их пищеварению. Ну а в случае опасности страусы делают то, что сделал бы каждый из нас, наверное, на их месте, если бы умел развивать скорость в 70 км в час. Они просто убегают. Мыши любят сыр. Наполеон Бонапарт был маленького роста. Ван Гог отрезал себе ухо. Эйнштейн был двоечником. Эти и другие заблуждения можно перечислять бесконечно. Наличие таких суждений, которые мы считаем верными, но которые таковыми не являются, объяснимы. Мы не могли бы жить в мире, в котором каждую его деталь нам приходилось бы познавать самостоятельно. Это просто физически невозможно. Как физически невозможно критически осмыслять все, что происходит вокруг. Иначе бы мы закончили, как древнегреческий философ Диоген, все время сидя в бочке и философствия. Нам необходима точка опоры, которую мы не подвергаем сомнению. Если кто-нибудь сейчас спросит у меня, почему Земля круглая, я не смогу ответить. Да, действительно, этому есть научное объяснение, его приводили в школе. Однако со временем оно стерлось из моей памяти, а уверенность в правдивости факта осталась. Однако наличие точки опоры не отменяет необходимости критически осмыслять то, что происходит вокруг. Потому что не все в нашем мире настолько безобидно, как информация о выращивании макарон. Отсутствие критического мышления рождает предрассудки. Оно укореняет стереотипы, делает нас легко манипулируемыми и тормозит наше развитие. Это позволяет корпорациям продавать нам товары, которые нам на самом деле не нужны. Это позволяет патриархальному обществу диктовать нам то, какими мы должны быть и что является счастливой жизнью. Это позволяет политикам раскалывать нас на противоборствующие лагеря и получать с этого дивиденды. Мы строим для себя общество, в котором мы привыкли жить в определенной зоне комфорта, в котором мир прост и понятен, в котором у нас есть ответы на большинство вопросов, в котором мы точно знаем, что является правдой и что нам нужно делать. Мы создаем статичную картину мира, а затем уже подгоняем под нее многогранную и постоянно меняющуюся реальность. Мы верим в то, что алкоголь согревает, в то, что страусы прячут голову в песок, а в то, что говорит нам авторитетный для нас источник информации, не нужно подвергать сомнению. Мы создаем эту картину мира не с целью объективного познания, а с целью оправдания наших убеждений и наших поступков. Мы любим свою маленькую зону комфорта, и как только выходим из нее, сразу же стараемся в нее вернуться. Мы раздражаемся, если что-то нам непонятно. Мы воспринимаем в штыки, если что-то или кто-то ставит под сомнение то, во что мы свято верим. Критическое мышление призывает оставить в стороне свое эго. Оно призывает признать, что все мы совершаем ошибки, что ошибки — это естественное явление на пути критического сознания происходящего вокруг. Оно также призывает нас задуматься и понять, что есть вопросы, на которые у нас нет ответов. Более того, есть вопросы, на которые правильного ответа не может быть в принципе. В этом нет ничего плохого. Признание плюрализма мнений — это всего лишь признание многограммности и сложности нашего мира, который никогда не был и никогда не будет черно-белым. Я призываю вас использовать критическое мышление, как можно чаще. Я призываю вас быть любознательными и наблюдательными, самим анализировать и интерпретировать события, составлять свое собственное мнение о явлениях и, конечно же, использовать логику на этом пути. Только так и никак иначе. Спасибо.